МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОГОДА ПОГОДА Кировчане жалуются на заледеневшие тротуары и дороги. Очередной дорожник, который не продержался и года, появилась информация, что начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев покидает свой пост. Их героизму может позавидовать любой взрослый. В правительстве наградили детей, которые спасли жизни нескольких человек. Последняя прогулка. Водитель не успел среагировать на ползущего по дороге пешехода на Победиловском тракте. Приговором оказались недовольны все стороны. Делом о хищении земли за Парком Победы займется областной суд. О событиях понедельника 11 ноября расскажет информационный канал «Город» в студии Александр Тимшин. Здравствуйте. Не город, а сплошной каток. Кировчане жалуются на заледеневшие тротуары и дороги. Из-за переменчивой погоды в вечерние и утренние часы скользить на льду приходится и пешеходам, и автомобилистам. Обрабатывать тротуары и дороги реагентами подрядчики явно не торопятся. Так, на трассе из Порошина в Сидоровку произошла уже вторая авария с участием автобуса. Несколько дней назад на этом же участке съехал в Кювет школьный автобус с детьми. Сегодня то же самое случилось с рейсом и автобусом. Обе аварии произошли из-за наледей на дороге. Сегодня родители побоялись отправлять своих детей в школу на автобусе. Страшно за свое здоровье и жизнь было и пешеходам. Городские тротуары из-за перепада температур и ледяного дождя превратились в катки. За выходные за медицинской помощью с травмами обратились больше 40 человек. 9 человек госпитализированы. Коркой льда покрылись пешеходной зоной, лестницей и дворы. Кто-то из кировчан, видимо, в знак протеста надел коньки и прокатился по одной из улиц. В городадминистрации сегодня сказали, что подрядчики были предупреждены о непогоде. Но в итоге на борьбу со льдом вышли только 40 спецмашин. За непосыпанные дорожки оштрафуют подрядчиков всего на 5000 рублей. Видимо, кировчанам эту неделю придется рассчитывать только на собственную аккуратность, чтобы не подскользнуться и не упасть. Синоптики говорят, погода будет переменчивой, днем будет небольшой плюс, а подмерзать дороги и тротуары будут по ночам и в утренние часы. Очередной дорожник, который не продержался и года. Сегодня появилась информация, что начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры Евгений Лунев покидает свой пост. Об увольнении главного дорожника сообщил портал «Свой Кировский». Среди возможных причин отставки журналисты назвали разногласия с руководством города. Якобы у чиновников возникли вопросы к результатам работы Евгения Лунева. Нашему каналу начальник УДПИ сегодня сообщил, что его увольнение – это просто слухи. Как долго собирается занимать свой пост, Евгений Лунев не уточнил. Напомним, он приехал в Киров из Москвы в марте этого года. Добавим, что два прежних приезжих городских дорожника, Андрей Менькин и Альберт Гутнов, не проработали на этой должности и года. Их героизм может позавидовать любой взрослый. Сегодня в правительстве наградили детей, которые спасли жизни нескольких человек. Трое школьников из районов области получили награды за то, что не растерялись в экстремальных ситуациях. В тот момент, когда нужно было действовать быстро и не раздумывая, дети совершили настоящий подвиг. Во время апрельской прогулки со своими друзьями Артему Вершинину было 12 лет. Его семилетний товарищ провалился в заброшенный пожарный водоем и начал тонуть. Артем не растерялся и прыгал в воду. Он посадил тонувшего друга на плечи и вытащил на берег. После спасения выбраться из водоема самостоятельно не получалось. В этот момент третий друг Дима Карпунин, который наблюдал за происходящим, нашел деревянную лестницу. С ее помощью вытащил Артема из воды. Горожусь своим сыном, что он не растерялся в трудной жизненной ситуации и помог спасти друга. Мы вспоминаем, конечно, но главное, что все живы и здоровы. Еще один герой – 11-летний Лев Соловьев. Во время пожара в деревянном доме в Советском районе никого из взрослых рядом не было. Заметив пламя, мальчик сразу позвонил пожарным, затем намочил тряпки, через которые дышали его младший брат и друг. Выбраться из горящего дома трое детей смогли тоже благодаря льву. Мальчик разбил окно, через которое ребята выбрались на улицу. Откуда ты узнала о том, что нужно разбить окно, взять тряпочку? Расскажите, пожалуйста. На окружающем мире мы это изучали, что надо делать, если гореть дом. Ты запомнил. За проявленный героизм трое школьников получили почетные грамоты, медали и подарки. Сами ребята говорят, что ни о каких наградах в момент подвигов и не думали. Для них главным было спасти человеческие жизни. Автобусов будет меньше, платить станем больше. Администрация разместила аукционы на выполнение пассажирских перевозок. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. С 1 января в городе изменится маршрутная сеть. Администрация Кирова разместила аукционы на выполнение пассажирских перевозок. Общее число машин на линиях сократят на 41 единицу. Будут закрыты маршруты автобусов номер 17 и 37. Частично их заменит новый маршрут номер 47. Откроется также 30-й новый маршрут. Он будет ездить в Коминтерн. Кроме этого изменится число автобусов и троллейбусов на некоторых маршрутах. Власти обещают, что работать и общественный транспорт будет теперь до 23 часов. Перевозчики на фоне цен на контракты заговорили о том, что проезд, скорее всего, подорожает. Кировчанам запретили провести митинг на Театральной площади 23 ноября. Активисты, выступающие против строительства завода на базе объекта «Мородыковский», планировали провести акцию на главной площади города. В мэрии митинг не согласовали из-за того, что место проведения митинга находится на расстоянии менее 100 метров от земельного участка, на котором располагается образовательная организация. Трубу под дорогой на улице Луганской прочистили. 7 ноября дорогу возле БХЗ затопило из-за того, что в двух озерах резко вырос уровень воды. В УДПИ считают, что трубу, которая должна пропускать воду, забила мусором из-за бобров. Во время расчистки, как утверждает Евгений Лунев, специалистам удалось найти участки, где обустроено жилище животных. Вытеснять их с места обитания не стали, за трубой обещали следить. Операция прошла успешно, Артем проходит реабилитацию. Хорошие новости пришли из Калифорнии. В одной из клиник сделали операцию маленькому кировчанину Артему Суслову. У мальчика редкий диагноз. Он родился без слухового прохода. Врачи поставили диагноз «тугоухость четвертой степени». На дорогостоящую операцию в США собирали деньги всем миром. Родители передают всем кировчанам, кто отозвался и помог, слова огромной благодарности. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. После удара я сразу же на обочину, бегом к нему, что я боялся его трогать, что я знаю, что трогать нельзя, что можно сделать хуже. Последняя прогулка. Водитель не успел среагировать на ползущего по дороге пешехода на Победиловском тракте. Приговором оказались недовольны все стороны. Делом о хищении земли за парком Победы займется областной суд. Ищем дом собаки по кличке Шельма. Сегодня в рубрике «Пристроим вместе» новый герой. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Не успел среагировать на ползущего по дороге пешехода водителя Лады Калина на Победиловском тракте. После столкновения мужчина получил тяжелую травму и скончался на месте происшествия. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Человека на дороге трудно было вовремя заметить. На это есть несколько причин. Во-первых, место, не подходящее для пешеходов. Во-вторых, то, что он полз, а не шел. В-третьих, одежда мужчины сливалась с окружающей обстановкой. Если бы увидел раньше, если бы он шел, если бы хоть что-то было, на нем свет отражается еще хотя бы, чтобы он шел, я бы успел сделать маневр. После наезда спасти пешехода было нереально. Удар получился неслабым. После удара я сразу же на обочину, бегом к нему, что я боялся его трогать, что я знаю, что трогать нельзя, что можно сделать хуже. Я его не стал трогать. Я как что-то, громко, громко. Мужчина, мужчина. Что это? Как бы нет. На место ДТП выехали следователи. Сейчас по факту смертельной аварии проводится проверка. 9 ноября около 7 утра на улице энтузиастов вспыхнул пожар. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. На место прибыли пожарные. Проникнув в квартиру, они обнаружили в одной из комнат пенсионерку, во второй комнате ее сына. Сотрудники МЧС эвакуировали обоих жильцов. Женщину передали работникам скорой помощи. Пострадавшую с сильнейшими ожогами госпитализировали. Однако в больнице она скончалась. В итоге огнем повреждены были мебель, стены, потолок, пол в квартире. Причиной пожара послужила неосторожность женщины при курении. Внезапно разбуянились местные жители в подъезде дома на Комсомольской 113А. Две ночи подряд молодые люди крушили все на своем пути. Сначала один юноша из компании с ноги выбил входную дверь. Затем другой, зайдя в лифт, с приятелем решили размять кулаки и ноги от дверцы, попутно разбросав по полу мусор. Напоследок молодой человек пытался разбить камеру видеонаблюдения. После этого третий, пришедший с ноги, ударил по почтовым ящикам. В ожидании лифта молодому человеку, видимо, стало скучно. И он ударил по ящикам. Приговором оказались недовольны все стороны. Делом о хищении земли за парком Победы займется областной суд. Напомним, месяц назад Первомайский суд признал виновным в многомиллионном мошенничестве бизнесмена Леонида Ефаркина. Его признали виновным только по двум статьям из четырех. Наказание шесть лет колонии общего режима и полумиллионный штраф не устроило ни адвокатов Ефаркина, ни прокуроров. Защита посчитала приговор слишком жестким, а обвинители слишком мягким. Были поданы апелляции на обжалование от обеих сторон. Сегодня стало известно, что все материалы уголовного дела уже переданы в областной суд. Вероятно, прокуроры будут добиваться максимального наказания для Ефаркина, которое просили изначально. Это 8,5 лет лишения свободы и штраф больше 150 миллионов рублей. На какое смягчение, надеются адвокаты Ефаркина, пока неизвестно. Дата первого заседания по делу Парк Победы в областном суде еще не назначена. В Крым на поезде или в Рязань на фестиваль огня и света? Финансисты уже подсчитали, во сколько в этом году может обойтись россиянам новогодняя ночь и каникулу в самых популярных у туристов городах страны. Свежий рейтинг самых популярных мест для встречи Нового года составлен на разный вкус и кошелек. Открывает список самых популярных направлений Крым. В декабре по железнодорожному мосту начнут курсировать поезда. Самолеты летают круглый год. Перелет в оба конца обойдется менее чем в 10 тысяч рублей. Недельные турпакеты в среднем стоят 50 тысяч на двоих. Можно найти варианты дешевле. Говорят, что отдохнуть недорого, зато красиво можно и в Сочи. В программе фейерверки, салюты, прогулки вдоль моря и катание на лыжах. Стоимость одного авиабилета около 10 тысяч рублей. Если забронировать пораньше, найти билеты можно дешевле. Потом в рейтинге традиционно Великий Устюг. Стоимость программ в этом году примерно 20 тысяч за 3-4 дня. Потом в топе Москва и Санкт-Петербург. Большой выбор гостиниц, железнодорожных и авиарейсов позволяют организовать путешествия в эти города с самым разным бюджетом. Ну и неожиданно за туристов спорит еще одна новогодняя столица Рязань. Уже 7 лет именно ее россияне выбирают как главный город предстоящего праздника. С 7 декабря по 7 января там проходит фестиваль огня и света, лазерные и пиротехнические шоу, кулинарные поединки и синхронное моржевание. Провести новогодние каникулы в Рязани можно, заплатив от полутора тысяч рублей за номер на двоих в сутки. Наш эфир продолжает рубрика «Пристроим вместе». Сегодня Ольга Бакина расскажет о собаке по кличке Шельма, которая очень хочет обрести свою семью. Сегодняшняя героиня рубрики «Пристроим вместе» совсем недавно вновь научилась доверять людям. И она очень нуждается в надежных хозяевах, заботе и, конечно же, любви. Это Шельма, девочке 2 года, одна из немногих собак передержки Лапудай. Шельму забрали с улицы, долго искали к ней подход, но сейчас это совершенно адаптированная, адекватная собака, которая отлично подойдет в частный дом, на охрану. Сейчас она очень контактная, очень хорошая девочка. Шельма очень добрая к тем людям, которых она знает. Которых людей она не знает, она к ним очень осторожная. Если она сидит и охраняет свою территорию, то она, конечно, сразу же показывает, что это ее территория, что лишним людям туда подходить не нужно. А каким образом завоевать доверие Шельму? Что нужно для этого сделать? Да, в принципе, мне кажется, нужно быть просто хорошим, добрым человеком и показать, что ты любишь собак. На поводке, когда гуляем, то она очень хорошо идет, очень спокойно. Шельма у нас стерилизована, привита от бешенства, поэтому может сразу же отправляться к своим новым хозяевам в дом. Если вы хотите познакомиться с красавицей Шельмой лично, звоните 8-912-700-1550. Оля Бакина, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город». Таким был этот понедельник, 11 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе. Субтитры создавал DimaTorzok